Во вторник утром руководители ключевых подразделений города собрались в конференц-зале администрации, чтобы доложить о работе, проделанной за неделю. Совещание проводил заместитель главы города Александр Новиков. Коммунальные службы города работают в штатном режиме. Наладочные работы и испытания по отоплению совместно с атомной электростанцией и энергосберегающей организацией прошли успешно. Продолжается подключение отопления в общественных местах. Начальник медсанчасти Алексей Азаренков сообщил о состоянии заболеваемости ОРВИ. На территории Десногорска она остаётся пока низкой. Роддом закрыт на плановую дезинфекцию до конца текущей недели. Председатель комитета имущественных и земельных отношений Ольга Романова рассказала о начале аукциона по продаже недвижимости. Три объекта мы выставляем на продажу. Один объект площадью 170 квадратных метров по адресу 1 микрорайон, дом 12А. Это высшее помещение аптеки в 1 микрорайоне. Первоначальная стоимость – 2 миллиона 500. Второй объект площадью 113 квадратных метров. Третий микрорайон, 10-е общежитие. Бывшее помещение кафе Гелиус – 3 миллиона. Третий объект 40 квадратных метров. Располагается на набережной. Недостроенное помещение туалета. Первоначальная цена – 180 тысяч рублей. Заявки принимаются уже. Предлагаем гражданам организациям принять участие. Справки по телефону 7-23-08. Информация размещена на сайте в газете Десногорска. Начальник Десногорского филиала Государственной ветеринарной службы Анжела Делли доложил о проведении профилактических мероприятий, которые препятствуют распространению бешенства и вируса африканской чумы свиней. Распространение инфекционных болезней среди домашнего скота на территории Десногорска остаётся в пределах нормы.